Начинается Дант против Рэйвена, Рэйвен получил атаку, а Дант получает Мага. Вот такие дела. Я, честно говоря, не люблю итальянский чемпионат, вообще за ним не слежу. Я раньше болел за Ювентус, но ровно до той истории, после которой Ювентус исключили. Поэтому, как бы, ничего добавить больше не могу. Я слежу за чемпионатом Англии, очевидно, за чемпионатом России и, ну, не знаю даже. Да и все, наверное. Англия, Россия, больше мне ничего не интересны. Ну, не знаю, иногда я люблю почитать приколы про чемпионат Испании. Ну что, посмотрим, будет ли сегодня Пумба наказывать, как он наказывал все остальные игры до этого. Как тебя сегодня воодушевила игра МЮ? Я боюсь, что МЮ, ну, последние несколько лет, на мой непрофессиональный взгляд, это как, как бы так, как бы так объяснить. Как, знаешь, было вот Крутое Пике, вот. Вот Крутое Пике от МЮ последние несколько лет. Вот как там, знаешь, там Хиггинс, там все остальные, тому подобное, вот. Доблестный экипаж терпит падение на протяжении 230 серий. Вот то же самое у МЮ. На МЮ без слез не взглянешь. Честно говоря, после ухода сэра Алекса Фергюсона, там все так плохо, так плохо. В этом сезоне явно грехнется. Слушай, это как вспоминается старая картинка, где говорится, что, мол, да сейчас трахнет, не должно. Вот мне кажется, конечно, действительно, сейчас, сейчас уже очень близко к тому, что упадет. И это чертовски грустно. Проходит первый удар у Рэйвена. МЮ это... Это похороны. Первый удар не проходит у Рэйвена. Оттаскивает он корову в край. Второй удар проходит. Но не... О, не, пробивает, пробивает. Неплохо, неплохо. Я помню, когда Лидс неплохо играл, но это было очень давно. Вот. Но я не болел за Лидс и не особо следил. Я помню, как они там были в топе, пока их хоп и не раскупили очень быстро. Ой, 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 ой. Вот это очень неприятная потеря для Аданта сразу. Потеря горда табуретки. Я думаю, сейчас разговор об аптеке. Тратить или не тратить? И мне кажется, что для того, чтобы играть против Хаоса... Нет, не тратит аптеку. Вот это проблема у Аданта. Играть против Хаоса в меньшинстве без горда... Ну, только сейчас Блицы могут спасти Аданта. То есть, когти Аданта, если они будут работать лучше, тогда все будет хорошо. Если они не будут работать лучше, тогда это будет полная задница. Еще это подкачка воина Хаоса. Извини, солнышко. Мне вот как-то... Вот знаете, Ника ругается. Вот тут, значит, пришла информация, что на нее орал. Вот. Но при этом она сама не считает, что я на нее орал. Вот. Смешная шутка, Громбриндл. Так вот. Но есть другая фигня. Вот. Она постоянно говорит, что я очень громко на стриме общаюсь. А вот как раз про это никто никогда не говорит. То есть, вот... Как бы... Вы ругаетесь не на то. Чтобы поддержать Нику, надо говорить, что Саша слишком громко говорит, а не то, что на нее орет. Ну, извини, пожалуйста, солнышко. Нет, спасибо. Можно к шести чаю, наверное. Ну, у нас типа ползунок звука есть, а вот у нее нет. Да, это хорошая мысль. Но, понимаешь, я как бы неосознанно, видимо, отвечаю на ее звуковую агрессию. То есть, когда она смеется во весь голос, я тоже глохну, но я как-то... Я, видимо, подсознательно... Может, я на самом деле оглох. То есть, я... Я когда говорю, я пытаюсь себя услышать, потому что я от ее смеха уже оглох окончательно. Это хорошая теория. Как-то я не думал об этом раньше. Как твои дела, Громбриндл? Но здесь самое разумное дело, это попытка повалить ударчиком... Выйти из контакта через удар по козлу, а потом сильно в теории можно попытаться в 1D выбить корову. Другой вопрос, как бы, нужно ли это делать? Вот тут я прям не знаю. Потому что если корову в 1D не найти 5-6, то как бы... Ну да, на самом деле, даже стрелка, конечно, устроит, но хотелось бы Блицы реализовывать. А Рейвен встал так, что, ну, немножко неудобно. На самом деле, конечно, напрашивается, наверное, Блиц в этого... В Хайло, вот. Его можно Блицануть, действительно. Хотя, опять же, в любом случае придется как-то подставляться. Рейвен хорошо позиционно встал. Шальной пробой Рейвена прям вообще дико круто зашел. Гард сейчас получит в табло. Но мне, опять же, как бы, самое страшное, это корова. О, круто, Громбриндл. Грац, грац. Ну, Блицер почти легенда, это, конечно, неприятно, но не критично. С моими успехами в любых турнирах это не это. На Руба Бейл я начал со счета 1-2-2 поражения, когда меня дарки перебашивают, понимаешь? Вот. Очень... Баррирол будет, нет? Надо барриролить. Иначе... Иначе грустно. У меня вчера, Громбриндл, был потрясающий матч против Индики. Вот прям... О! Нашлось! Шестерка, ПО, все дела. ПО, ПО, ПО. Хотя броня не пробита, это очень грустно. Да, что-то как-то у Аданта не это. Не получается, скажем честно. Второй матч для Аданта подряд, где все дико печально. Неплохо, неплохо. Я даже помню, у нас был один парень во дворе. У него была футболка Недведа. Но он был очень большой. И мы называли его не Недвед, а Медвед. Вот, он не обижался, но он действительно выглядел как Медвед. Нет, Медвед был крутой, да. Неста это вообще прям легенда итальянского футбола в свое время. Недавно на Sports.ru была классная статейка на тему Несты. Господи, кого-то еще уж, я уж не помню. Привет, Тепп. Да, ничья отличный результат. Но там не то чтобы кладбище. То есть просто, вот, когда надо было спасти зомбика от травмы, которая была просто травмой, регенерация сработала. А когда надо было спасти голема от пропуска игры, или когда надо было спасти волка от смерти, регенерация сказала нет. Ну, а минус мув на... Минус мув это, в принципе, фигня на гуле. На фоне остальных вещей. Хотя, в целом, просто понимаешь, самый прикол, Гром Бриндл, что у меня следующая игра против Рейвена. Я, я в целом смотрю, и мне очень трудно понять, что мне нужно делать в игре против Рейвена. Ну, кроме того, что мне придется страдать. Я думаю, Рейвену надо либо лететь в когти, либо Рейвену надо лететь в горда. Остальное как-то все весьма такое. Да, в когти летит. Шестерка найдена прекрасно. Не приказано только то, что нету пробоя. Но тут, конечно, реально в этой игре пробои будут очень сильно решать. То есть, я бы сказал, что Адан будет пытаться играть в мяч, а Рейвен будет играть в тело. А вот что будет дальше, черт его знает. Будет халявный удар по Хобб Гоблину. Ну, Камбио, вчера так шутили, что сколько будет индусментов примерно? Давай сначала закончим смотреть этот матч, потом будем смотреть, сколько индусментов. Потому что я боюсь, что такими темпами индусментов может быть очень много. Сейчас, кстати, плохо стоит. А Рейвен, мячик можно выбить. Торвальдс, а зачем играть хафлингами? Расскажи мне. Понимаешь, если меня насилуют на тир-1, тир-2 расах, то я боюсь, что играть хафлингами не стоит. Есть такое ощущение. Рейвен сейчас, кстати, действительно ошибается, ребята. В том плане, что здесь будет удар коровой. И вот эта корова... Ну, ладно. Хотя, может, прот... Не, слушайте, а может... Не, ну ладно. Сейчас Рейвен закрылся получше, хотя все равно не идеально. По крайней мере, сейчас... Сейчас можно, кстати, корове дать 2 куба. Вот теперь можно дать корове 2 куба. То есть мы бьем быком-кентавром, проталкиваем, после этого подскакиваем и ломаем лицо пумбе. И мне как... На самом деле... На самом деле... Если выбить пумбу, то у хаоса игра будет в разы более сложная. Вот. А можно толкнуть БКСС на мяч? Ну... А как ты толкнешь БК и сядешь на мяч? Я не о чем понимаю. Готов выигрывать на хаффлингов в турнире хаффлингов? Неплохая концепция. Не, ребята, извините, вот... Я... Я честно. Я вчера окончательно убедился, что я очень далек от Бладбола. Поэтому... Я плохой, я слабый игрок. Меня можно ни о чем глобально не просить. Я очень слабый. Я очень слабый, поэтому... Мне можно про хаффлингов не рассказывать. Я это... Реролл. Очень плохие кубы. Очень плохие кубы для Аданто. Самая печаль, что у Аданто остался один реролл. То есть, в принципе, почему ты стал таким худым? Оооооо! Вот это, ребята, кон... Ну, не конечно, но это... Ну, повезло, что без пробоя. Ой, какие плохие кубы у Аданто. Вот мне... Ситар, помню, рассказывал о том, что, мол, на коровах надо брать... Да, хоть не умер. Мне Ситар рассказывал, что на коровах надо брать брейктакл, потому что брейктакл типа играет лучше блока. Вот, знаете, на мой взгляд, в крайнем случае можно сделать одну корову с брейктаклом, а вторую с блоком. А брать двух коров с брейктаклом, это, ну, как бы это сказать-то, это весьма, весьма предприятие неразумное, на мой взгляд. Ну, сейчас очень простые кубы в этой ситуации у Рейвена. У нее тут сплошная халява. Надо только ее грамотно реализовать. Привет, Аспалекс. Да я сегодня пока в основном... Первые два матча, если не буду смотреть, а буду ли я после этого играть, я не знаю. Мне вчера надо было желать удачных каток, но вчера Саша попал под... Под поезд. А сегодня под поезд, видимо, попадает Адант. Вот. Так пока все идет к тому, что Адант попадает под поезд. Я, знаете, честно говоря, в этой игре я даже сочувствую Аданту. Просто если сейчас выбить вторую корову, то Рейвен может просто, вот просто брать и сталить. Брать и сталить. Если сейчас корова вылетит, то это как бы... Это близко к конечной будет. Ну, корова пока не вылетела. Окей. Ну, просто, знаете, когда корова с МБ начнет бить по седьмому армору, я как бы... Быть одна корова, в принципе, делает всю эту игру. Корова просто приходит и... Ну, казнит и казнит, казнит и казнит. От коровы, в принципе, ничего особо и не требуется. Хотя мне кажется, что сейчас надо еще вот козлика перевести и закрыть последнюю дырку. Ну, это просто блоджерная корова с когтями, она все делает. Череп сыграл. Да, череп сыграл. Ну, правда... Опа! Рерол от Рейвена. А это, кстати, было очень опасно. Потому что это парень с когтями. То есть, если бы Рейвен бы не... А сейчас, на самом деле, Рейвен может дожить до того, что ему... Во-первых, надо закрывать дыру. Вот, да, да, да. Это правильная мысля. Хотя все равно мячик можно в теории выбить. Хотя это очень трудно. Сейчас просто поставят гордов. И парень с МБ когтями и это... Вскроет одного из блокеров. Есть такое ощущение. Эта игра более рандомная, Крис. Мне так кажется. Привет, Дрэн. Здесь все-таки... Скроме так, в Хардстоуне, как ни странно... Во-первых, совершается меньше действий. Во-вторых, там есть много довольно надежных действий. В отличие от... И дистанция немножко другая. Но дело такое. Но, порасследовал бы он все равно бы огреб. Привет, Digital Kokain. Здесь как бы... Здесь как не посмотришь, и так сейчас будет огребать. Вопрос только в том, будет ли пробой у... Этого. Здесь просто несколько вопросов. Во-первых, надо по-хорошему выбить Горда. А потом, по-хорошему, надо еще и Корову выбить. Другой вопрос, получится ли. То, что... То, что в этой ситуации Адант уже не выбьет мячик, это понятно. Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Тут, чтобы выбить мячик, должно произ... ПО. У Аданта выбора нету. Либо Адант ломает, либо ломают Аданта. Вот. Все... Все очень просто. Пока все идет к тому, что будут ломать Аданта все-таки. У Аданта пробой немножко не так работает. Ну, понимаешь, даже если Адант плюнет, ему похоронить будет тяжело. И Аданту надо кидать много ГФИ. Вот. Это как бы... Это проблема. Ну, сейчас я чувствую, будет Блиц... А, не, Убиватор не добегает. Тогда надо, по идее, доджить. Надо, по идее, доджить вставать под Корову и... И додж не прокатывает. Да, и надо лежать. Но Адант правильно делает. Ну, конечно, Адант накололся просто на супер плохих кубах. Хотя, на мой взгляд, один рейрол Аданта, он был как бы и одновременно, и вынужденным, и не очень вынужденным. Пятерка по Хобб Гоблину. Но повезло, что это не минус Хобб Гоблин. Хотя, опять же, конечно, тут... Боевая сила Аданта... Очень-очень сильно уступает. Если бы у козлов были замены, я бы козлам бы еще и посоветовал пофалить бы Корову. Но так как замен нету, то, может, и смысла нету. Так, пошел. Ну, это, кстати, был очевидный Блиц. Единственный вопрос... А вот здесь не надо рейролить. Да. Действительно, здесь рейролить не надо было. Единственный момент в том, что сейчас, наконец-то, у Аданта есть возможность сделать два куба в Корову. Вот сейчас шансы появились. Хотя, конечно, не назвать их большими. Хотя... Ну да, то есть мы подводим игрока сюда. Мы подводим игрока... Нас, ладно, не стоит, наверное. Может быть, стоит просто попытаться выбить блокера с блоком, я не знаю. Просто за мяч цепляться смысла нету. Слишком трудно. Надо, наверное, просто попытаться выбить блокера. Хотя придется все равно делать ГФИ. Вот мне поэтому, знаете, концепция блокеров с ПО не нравится. То есть вот блокеры с ПО смотрятся весьма посредственно. Как и воины Нургла, кстати говоря. То есть вот блокеры и воины... Вот если воин хаоса с пятым мувом в теории еще может брать ПО, хотя я не уверен, что ему надо брать, то вот четырехмувным ребятам брать ПО, это мысль плохая. Это мысль весьма... Да, видимо, это действительно будет... То есть подведут сейчас Хобб Гоббаса, и будет Блиц с ГФИ. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А при всем при этом, как бы, все, что будет делать сейчас Рейвен, это Блицовать коровой. И ждать шанса. А вот. И как корова, как инструмент для насилия, смотрится намного лучше, чем все остальное. А куда будет... Тогда будет Блиц с Беком-Кентавром? Это будет... Так, не улавливаю. Блиц... Блиц, Блиц, Блиц... Ну, Блиц не очень удачный в Козла. Странный немножко, не знаю. Не уверен, что лучшее действие в этой ситуации. Да, на дубле шапки возьмут Когти, это понятно. Не, на мой взгляд, просто шапкам ПО не нужно. То есть шапка берет... То есть шапка берет... Гард, МБ, Когти. Потом шапка берет Стэнд Ферм и... Опа, рерол. Че-то, ребята, девятый армор Аданта сегодня прям вообще не работает. Вот прям даже не хочу дразнить человека, реально. Армор... Армор не показывает себя. Как описать то, что происходит, мне пока, не знаю, нету хороших слов. С другой стороны, в принципе, сейчас Адант с одной стороны вроде поджимает мячик. С другой стороны Адант дает себя нарезать абсолютно. То есть вот вставать под корову с... Ну, как бы дело такое. Сейчас, в принципе, вот просто один блиц в корову блоджером. Да, кстати, смотрите. Мы подводим игрока сюда. Делаем блиц блоджером. Толкаем на... Эээ... Минотавра. Ну, не знаю. Может, может, не стоило так. Ээ, корова неплохо справилась. Ну, Адант, понимаешь... Адант уже потерял горда. А, если не встанут нокауты, то это вообще срань какая-то будет. То есть я бы сказал бы, что... Ну да, вроде супер критичного ничего нету. Но в целом-то ситуевина все равно ужасная. То есть как бы... Конкретно вот этот раунд, даже при наличии мага, он, скорее всего, поигран. Поиграно. А я бы подумал о хвосте. Не, я думаю, о хвосте вообще смысла нету. Лучше уж брать додж или подскок. И при стенд ферме, и то, и другое будет круто работать. А хаос что-то потерял? Совесть он потерял! И реролы, негогрыз. Совесть и реролы. Больше хаос ничего не терял. Я даже не знаю, чего он больше потерял. Совесть или реролов, негогрыз. Я просто вот смотрю на эту игру. Я понимаю, что у меня команда после моих последних потерь будет еще более пососной, чем у Аданта. И вот... Я в целом, у меня нету ни единого представления, что мне делать против Рэйвена. Рэйвен меня просто переедет с этой коровой. Вот если корову выпьет, то с Рэйвеном можно спокойно играть. Абсолютно на изичах. А так, конечно... А так, конечно, все очень грустно. Я, я честно, я вот смотрю и как-то вот... Что-то без двух гордов и четвертой силы... Надежных действий, в принципе, нету. Ну, то есть сейчас единственное более-менее надежное действие это, может, попытка повалить воина хаоса. И то, честно говоря... Ну, то есть мы подходим сейчас сюда. Бьем, бьем вот этим парнем сюда. А, нет, смотрите, вот так. Ну, так тоже можно. Это такая попытка, видимо... Опа-опа. Наконец-то! Первая травма от Аданта. Надо, правда, пропускать следующую игру. Ну, такое как бы, окей. Лонерный козлик будет. Лонерный козлик. Здесь удар не прошел. Теперь, видимо, будет попытка в 1D с помощью Хобоса повалить воина хаоса с гордом. Проблема просто в том, что... Ну, Аданта играет в минус 2 уже. Ладно, не в минус 3, в минус 2. Но сейчас еще подойдут воины. И как-то... И драка вообще станет грустной. Понимаете, о чем я? Ну, правда, знаете... Опа, хорошие кубы. Но... Прекрасно, прекрасно. Негла! Ой-ой-ой! Адант возвращ... Вот теперь Адант возвращается, ребята. Все. Вот теперь Адант вернулся в игру, ребятки. Минус гард. И он не лечится, ребята. А знаете, почему он не лечится? Потому что... Мне говорил об этом, собственно говоря, Рэйвен. И Рэйвен сказал, что аптеку... Аптеку Рэйвен будет тратить только на корову. Вот. Да, вот. Ногогрыз шарит, ребята. Ногогрыз шарит. Я бы сейчас на месте... Я бы здесь сделал бы удар козлом, а потом делал бы блиц в убиваху. Хотя это, конечно, некоторый риск. Стоит понимать, что это некоторый риск. Нет, я как бы предполагаю, что Рэйвен, скорее всего, забьет, но ситуация уже неприятная. Ну, Адант снижает тебе индусы на следующий матч. Ну, понимаешь, на самом деле это норм. Минус четырехсильный гард, при том, что у меня не будет одного гарда, я доволен. Я как бы здесь не прибавить, не убавить. Меня это полностью устраивает. Ну, сейчас, сейчас... Здесь бы я поднимал бы козлика до блица. Ну, ладно. Первый удар не прошел. Вот сейчас корова может встрять, кстати. Так, вот это опасно. Решающий момент. Корова дает пробой. Ну, повезло, что просто пробой, в принципе. Повезло, что просто пробой. Представьте, если бы было ПО у этой коровы. Я, кстати, не видел анимации ПО коровы. Но корова, в принципе, знаете, вот пробой в этой ситуации очень многое дает. Хотя, на мой взгляд, сейчас надо подзакрыть брейктаклного парня немножко. Я видел, вчера меня ПО шила корова. Ой, сочувствую тебе. Вот если ПО Огров я видел, потому что брать на Ограх ПО это вполне нормальная мысль. Мало Аданта на поле. Главная проблема Аданта, что его очень мало. Хотя то, что лишился Горда... Вообще, на самом деле, Хаос-то будет в минус 2. Притом Хаос точно будет в минус 2, а Адант пока точно будет только в минус 1. А как оно будет дать? То есть, если все нокауты встанут у Аданта, то игра на нищейку вполне возможна. Я брал ПО катку, Гром Бриндл. Ну... Ты практически ученик Ситара, я бы сказал. В хорошем смысле. Сейчас, видимо, будет... Сейчас, видимо, будет выход... Нет, не... Так, стоп. Проталкивание коровы. Проталкивание коровы. Интересная мысль от Аданта. Проблема в том, что корова, которая осталась, она с первой ловкостью. То есть, рассчитывать на то, что она сделает какой-то самостоятельный додж, в принципе, не стоит. То есть, она потратит первый додж на брейктакл и может сесть на мяч. Вот, в принципе, и все. На этом ее успехи кончаются. Ну, вот, насчет почти гарантированно, понимаешь, зависит от коровы. Если сейчас корову, например, прокатит еще кого-то и убьет, а Мбэшер, например, выбьет здесь. Опа! Рерол от Аданта. Сейчас все упирается в пробой. Вот, вот прям реально. Опа! Неплохо! Пропускает следующую игру. Короче, видимо, против меня, против меня, Рейвен будет играть одними лонерными козлами. Это неплохо, кстати. То есть, у него два козла пропускают игру, обычных, и гард пропустит игру. Но гляньте, как Адант в нужные моменты пробивает, ребята. В нужные моменты Адант просто вау. Вот когда надо, когда надо, у Аданта просыпается пробой. Ну, сейчас, по-моему, напрашивается блиц в зверо-человека с головой и таклом. Нет, странно. А блиц вообще будет? А не стало ли блицевать коровой? А, нет, это был блиц. Только не было анимации, извините. Не было анимации блица. Все, все верно. Только надо подходить, наверное, наискосок. Потому что при вставании сюда в теории могут вытолкнуть. Но, кстати, если... Опа, опа, опа. Если сейчас произойдет ситуация, при которой... Вообще, ребятки, я бы сейчас на месте Рейвена бы рискнул. Я бы сейчас бы на месте Рейвена ударил бы здесь с МБ, а потом полетел бы коровой в брейк так листа. Это риск, это риск. Но в теории, в теории он может дать очень много. Потому что самая неприятность игры против коров в том, что они как бы это... Не, ну ладно, ладно. Вот самый безопасный вариант это Блиц с Блоджером. А, даже так. Даже так делает Рейвен. И пробивает внезапно. Ух ты. И Блиц еще остается. И подолкал бы коровы и коровы на выход, но как минимум попытался бы убить. Опа! А теперь, ребята, Блиц в убивах у коровой. И, к слову, его можно было бы сделать в три куба. Будь чуть Рейвен жаднее. Ну ладно. Но Рейвен не повалил. Рейвен не повалил. Но отвел достаточно далеко. Это норм. Это норм. Единственное, что опять же, если бы он подвел бы Блоджера, то корова бы Блиц сделала в три куба. Вот. Ну, ок. Вопрос в том, будет ли Рейвен на последний ход бить Минотавром по убивахе. Вот где главная тема. На самом деле, может быть, стоит сейчас блицануть с когтями в убиваху. То есть сейчас можно подставить Гордов и сделать довольно простой блиц в убиваху. Вполне имеющий под собой основание. То есть до мяча он не доберется никак, а данто слишком мало и он отрезан. Но вот попытаться выбить убиваху можно. Вот выбить корову тяжело. Да, до коровы очень далеко бежать. И был бы 1д в мяч через 3 плюс хоп гоблином. Да, был бы 1д в мяч. Но это, во-первых, был бы 1д в мяч с блоком. А вот у Аданта нету реролов. То есть его устраивало только 33%. Ну, конечно, стрелка тоже устроила. Но просто как бы мне кажется, что Рейвен и так забьет. Рейвен и так забьет. А вот выбить убиваху довольно важно. Ну, окей, Брайт. Опа! И Адант тратит мага с травмой! Ух ты! Пропускает следующую игру! 3 травмы на пропуск игры и 1 травма негла! Что творит Адант? Что творит Адант, ребята? И тратится аптека! Тратится аптека! А если Рейвен сейчас не подберет мяч? Ребята, игра становится интереснее и интереснее. На мой взгляд, Адан сейчас играет на победу. Вот этот маг, как ни странно, это маг на победу. Рисковый, конечно, маг, скажем честно, но на победку. Блин, я глубоко заинтригован. Я глубоко заинтригован. Ну, теперь блиц в убиваху, очевидный. Ну, шиха нету, рерола нету, но три плюс бросок на самом деле это несложный. То есть, я бы на месте Рейвена еще двух игроков подвел бы в зону и попытался бы попытался бы, чтобы, если что, был отскок в руки. Привет, матч очень интересный. Вот насколько у Рейвена все было хорошо и насколько шальные пробои Аданта все сделали классно. Ой! Ой, ребята. Мне, кстати, кажется, что может быть... Я бы, наверное, делал бы блиц зверя-человеком с места в хоб-гоблина и потом подбирал бы им мяч. Вот мне так кажется. Вопрос в том, что можно сделать блок здесь, можно сделать блок здесь. А вот здесь уже риск, потому что нету реролов. То есть, самый безопасный... Самый безопасный подбор, по-моему, через блиц зверя-человеком с блоком. Лучше я вариантов не вижу. Хотя, конечно, ситуация все равно дик... Ой! Рейвен Адданд дефится! Вот! Ну, ладно, давайте скажем честно. Вот, если бы в этой ситуации... Если бы в этой ситуации он бил бы парнем с блоком, ему бы ничего не помогло. 1-1 все-таки это вещь, которая... В общем говоря, не дает. Не дает. Ну, круто сыграл Адданд. Круто сыграл Адданд. И, в теории, сейчас можно наказать. Сейчас можно... Можно вот нафиг выталкивать козла, надо убивать воина. На самом деле, сильно в теории можно даже убить корову. Хотя это уже, конечно, очень трудное дело, но можно. Ну, воина точно одного можно попытаться загнать в могилу прямо на изичах. Мне что-то кажется, сейчас будет попытка убить корову. Вот мне что-то кажется, Адданд плюнет и попробует убить корову. Не, ладно, Адданд аккуратно убивает воина. Ладно, принято. Это, это надежный, хороший вариант. Вот, на мой взгляд, Рейвену сейчас второй тайм без аптеки будет очень тяжело играть. И, кстати, вот, заметьте, какая разница. Вот, все пробои Рейвена это колокола практически. Вот, а все пробои Адданта это травмы. То есть, четыре травмы. Четыре травмы у Адданта, одна травма у Рейвена. Неприятная единица. То есть, вот, в качественном виде, вот мне говорят, типа, вот там, когда ты говоришь, что колокола это не пробой, ты не прав. На самом деле, вот, как бы, один игрок встал, но все равно, все равно это неплохо. Я бы сказал бы, что в данной ситуации, конечно, пока есть, как минимум, хотя бы один трехагильный игрок. То есть, хаос на поле мало. Хаос в минус три играет. Хотя сейчас 50-50. Вот без мага, без мага, и, как бы, ну, непонятно, чем кончится маг. 7 на 7? Не, 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 камбия доллар. 8 на 8. 8 на 8. Мне просто кажется, что хаос за счет своей мобильности вполне может, если не треснет на лося. Вот. Если не треснет на лося, хаос за счет своей мобильности может сесть на мяч и, как бы, и поиграть еще. Хотя, конечно, следующий матч для хаоса уже будет неприятный. То есть, будет три лонера и не будет одной четвертой силы с Гордом. Это если Аданта еще никого не накрошит. А, честно говоря, вот сейчас ситуация в том, что у Аданта два убойных игрока. Притом, убойный и суперубойный. В то время, как у Рейвена убойный, ну, и так себе, в общем говоря. Ну, это прикольные матчи. Вот смотреть, как две хаосни вставляют друг друга когти по самые помидоры, это прям, ребят, каеф. А вот это, кстати, на мой взгляд, от Рейвена ошибка. Я бы на месте Рейвена сейчас бы ставил бы на лосс именно парня с МБ, потому что гард будет просто полезнее. Если выбить МБ, это ни на что не повлияет. Ну, Ситар, вы можете начать и в 6, я думаю, мы вас догоним. Я, как бы, вас записал все равно туда на 6. Этот матч начался в 5, но он, видимо, будет еще не очень быстро. Мы вас догоним, если что. В идеале, конечно, если вы подождете, будет супер, но если не подождете, я переживу. Это да, Гром Бриндл, это да. Ну, понимаешь, с учетом того, что меня вчера Индика поделила на ноль, я сомневаюсь, что у меня есть какие-то механики для того, чтобы сражаться с Рейвеном. Пока есть корова, я боюсь Рейвена. Если, если Адант нейтрализует корову, то ок. А если не нейтрализует, то как бы, придется мне самому это делать. С другой стороны, мне выбили, мне убили волка, у которого было МБПО, но у меня-то остался волк с МБТАКЛом. То есть, он-то корову контрит. Если я найду когда-нибудь по ней три куба. Они сейчас друг друга поубивают и все будет норм. Ну, это как я не знаю, прям как Петров и Баширов практически. Ой, ладно, ужасная гомошутка. Уже, или хорошая. Ладно, хороший вень для Аданта. Ивент для Аданта приятный. Сейчас все упирается в пробой. Вот сейчас, вот сейчас прям реально игра, позиционки осталось мало, а насилия осталось очень много. Вот сейчас, конечно, я думаю, воину страшновато. но опять же, я бы не ставил Багарда на лоз. ПО. Давай, Адан, не стесняйся. Повезло, повезло. Было, ну тут, знаете, куча мала, как бы, в общем, если смотреть на тоненького, на тоненького. То есть, и когти, и МБ сработали на первую вещь. То есть, если бы кинул бы на одну здесь больше или на одну здесь больше, был бы минус гард. Но, но не получилось. Все ушло на пробой. Сейчас еще горда одного подведут, видимо, под удар. Не, подводят корову. Но это правильно, кстати. На самом деле, это правильно. Две единицы, рерол. Вот сейчас, сейчас будет пролом брони. Сейчас должен быть вот прям по всей логике Бладбола. Вот странно, странно. Сейчас напрашивается блиц в Блоджера. Но, с другой стороны, у коровы будет простой врыв. На самом деле, тут как ни погляди, корова куда-нибудь доворвется. Вопрос в том, куда корова будет врываться. Сейчас Адант будет топить за то, чтобы корова на диком звере находила единицы. Но, кстати, выбивание Блоджерного паренька, но, кстати, неправильно встал Адант, я считаю. Неправильно, потому что, если бы опять выпадет две единицы, ну, двух единиц нету. Ладно. Просто при двух единицах тогда был бы уж очень простой врыв у Блоджерной коровы, Блоджерного козла в мяч. Мое мнение. Нету подбора. Хоп-гоблины не очень хорошо, собственно говоря, работают с мячом. У них какие-то неправильные универсалы. Это очень ехидные и мерзкие. Куда? Куда полетит корова? Вообще, думаю, что есть смысл улететь в Горда. Потому что при прорыве в Горда можно дальше бежать к мячу. Либо можно наоборот попытаться влететь в убиватора и как бы замарчить вот эту всю толпу коровой. То есть, тут как бы есть несколько вариантов. Ну, окей, окей, посмотрим. Но сейчас ситуация в том, что все игроки на передовой, которые есть у Аданта, а вот и единичка, а вот и корова привезла, ребята. Опа, рерол! Йо, Рейвен, ну ты, блин, даешь! Рерол коровы на диком звере! Ух ты! Ух ты! Вот это было, конечно, дико, дико. Неожиданно для меня, честно говоря. Я не ожидал, что будет такая вот агрессивная игра. Марчет, в общем-то говоря. Вообще, Рейвены сейчас неплохие шансы. Единственное, что если бы не треснул бы Гард и стоял бы сейчас, ну, встал бы, то тогда ситуация была бы вообще очень неплохой. А так, конечно, Аддант, в принципе, все чистит. Хотя, конечно, очень веселый матч. Корова не играет на команду, команда играет на корову. Ну, тут просто либо корова влетает в толпу и пытается нейтрализовать убиватора и отрезает, либо, ну, я согласен в какой-то степени с тобой. Но, понимаешь, корова иногда бахает. Корова иногда бахает. Она, как бы, ей нужно некоторое время. Да, кстати, корова была очень близка, очень близка. Тут же череп, да, отыграл? А по мне надо корову выбивать булку и лишить Аданта мобильности. Ну, вот я говорю, по-моему, любой игрок на передовой Аданта, его потери это жопа. На мой взгляд. То есть, потеря и горда, и потеря булки, и потеря... Понимаешь, это корова с одной агилой. То есть, ее мобильность, то есть, ей принять мячик в 33%, но, в общем, не самое веселое дело. То есть, корова, она, конечно, мобильная, но из-за потери... Мне тоже кажется, что булка важней. Понимаете, если у булки было бы две агилы, она могла бы подбирать мячик на 50, я бы так и сказал. Но с учетом того, что она не может, то... А вот это опасно. Так. Повалили звера-человека. Очень опасно. Пробой. И ПО не надо делать. Хорошо. Для Аданта прекрасно. Для Аданта просто здорово. У Кхимрии всегда есть рабочий план. Но вот мне кажется, что для Кхимрии матч с дарками неприятный. Но с другой стороны, и для дарков неприятный. Здесь тоже... Вот, кстати, в этом матче... Ой-ой-ой, опять не подбирает. И я бы не тратил рерол, да. Я бы сказал, что играть против Брайта к Кхимриями будет очень тяжело. Вот мне пока... Вот если бы меня спросили, чьи матчи мне очень нравятся. Я бы назвал бы Вашберна и Брайта. Потому что у них матчи идут по весьма... интересным сценариям. Коровы не пробивает, к сожалению. Попахивает... Вообще, может быть, сейчас к головастому есть смысл просто подобрать мячик. С лаком Брайт и Ситарь его укатает. Ну, слушай, у Ситара... Если, кстати, игру Ситара с Рейвеном, у Ситара, кажется, началась черная полоса. Вот. Вот. Ну вот, по моему мнению, по моему мнению, в игре Брайта и Ситара очень многое будет решаться от подбора мяча. Рерол, я думаю, рискнет или зареролит? Или не будет? Нет, не реролит. Но, в принципе, неплохо. Неплохо. На самом деле, для Рейвена все пока склад... Единственное, конечно, надо было кидать гфишку зверочеловеком для того, чтобы хотя бы заставить Аданте кинуть лишний лишний бросок на этот. Что по перманенткам? Да по перманенткам ничего. А, не, вру. Вру. Гард с неглой. Пропуск игры пропуск игры гард с неглой аптека потрачена. У Аданта аптеки пока не потрачена. Вот здесь я тебе диаметр... Не могу тебя порадовать. Аданта ломает, а Рейвен что-то не ломает. Я доволен. У меня в следующий раз с Рейвеном, поэтому чем больше там будет лонеров, тем приятнее. Но ты уже должен был диаметр порадоваться моей игре, потому что Индика сделала все, чтобы у тебя игра со мной была максимально простой. Вот. Хотя у диамеда конечно очень простой по-моему остался календарь, не считая игры Джинни. Вот игра с Джинни это неприятно. Вот. То есть следующая игра у диамеда с каленом это халява. Вот. Потом игра у диамеда со мной это халява. Теперь. Вот игра с Джинни только не халява будет. Вот это действительно не халява. Вот. Потом у диамеда игра с Вашберном. Вот Вашберн умеет в сложных ситуациях. Игра с Брайтом. Но вот Брайт не прушный. И последняя игра с Рейвеном. Ну посмотрим что будет с Рейвеном к этому моменту. Мне кажется что игра с тобой стала проще но не сверх принципиально. По-моему вполне. По-моему вполне. Никакого уважения к халпам. Не, Калян. Просто диамед как бы в отличие от тебя играет на чистом скилле. У него нет никакой удачи. Диамед играет на чистом скилле. И так как он играет хорошей командой конкретно против тебя то я думаю чистый скилл и чистый скилл и надежная игра должны с тобой справиться. рисковый план кстати от Аданта на мой взгляд. Сейчас в принципе опять за мяч довольно легко цепляется Рейвен. Ой все не-не я что-то не то сказал диамед разве я сказал что-то не то я же сказал что ты молодца я никакого сарказма я не говорю что играю на чистом скелетах простые да в любом случае у Рейвена очень простые кубы в мяч но здесь уже такая игра что как бы куда ни посмотри будут простые кубы в мяч мой Бердвальд бегает в два раза быстрее чем его бороды а Гила в два раза больше и сила выше ну Колян долго объяснять короче ты недооцениваешь гномов вот трогать не надо трогать не надо как мячик то поскакал слушайте а может быть стоит действительно рискнуть и попробовать подобрать мячик блоджером потому что если блоджер подберет мячик то есть мы здесь уроняем этого а можно еще уронить типа поискать скаттер кстати то есть если бы если уронит то искать скаттер вполне можно Рейвен технично скинул один-два ребята технично корова увозит корова перекрывает зол корова находит шестерку гард привет но корова вот знаете сегодня корова сказала что не будет ломать вот сегодня у коровы выходной она конечно хоть что-то пытается делать но ломать она не хочет я бы бил бы искал бы скаттер то есть если роняет то ищем скаттер если не роняет то просто толкаем вот теперь скаттер искать нельзя да для чего надо чтобы сегодня я не стал обузгномом после матча с джинни не наоборот наоборот господи тебе надо после матча с джинни стать обузгномом лол наоборот джинни сделает тебя обузгномом а рэйвен идет забивать мяч у рэйвена сейчас очень все неплохо я бы убегал бы в закат на самом-то деле что рэйвену думать рэйвен беги в закат две один один две единицы как близко был рэйвен ё-моё и пробой пробой это самое неприятное как же не зашло рэйвену в этой ситуации ну вот а насчет коровы ну она догоняла бы так она блоджера в 2д могла и не повалить совсем совсем прям а зачем а зачем оставаться в контакте я тебе объясню ногогрыз если бы он оставался бы здесь то делался бы блик блиц быком с толканием на блокер у которого есть такл поэтому уходить надо то есть я думаю что если бы он оставался здесь было слишком простое проталкивание на этого то есть он мог протолкнуть и потом встать дать ассист и было бы 2 куба убиватором по блоджеру он все делал правильно джинни сделает тебя обуз гномом не я говорю что тебе выгодно если джинни тебя сделает обуз гномом а после понимаешь игры джинни вот очень трудно прогнозировать потому что у джинни каждый матч это что-то весьма странное то есть я все матчи ну ладно не все но игра с брайтом казалось что брайд просто в одну калитку выносит а потом бац-бац и вот игра с энфи тоже была очень интересной игра с индикой до конца была непонятной рейвен который просто уничтожил джинни а потом игра с ваш бёрном вообще эпическая просто у джинни одна из самых дисперсных раскачек которые могут быть у некров ну мне кажется что просто джинни у него команда которая реально либо она переезжает либо переезжают её не могу сказать что это хорошо или плохо это просто констатация факта два кубав убиватора двойка найдена без пробоя повезло но главное что освободили игрока в принципе и получили здесь хотя в принципе ладно если бы сломали было бы выгодно атак шестёрка найдена по убиватору два пробитых козла очень сильно влияют то есть сейчас Аданту надо только поднять мяч Адант поднимает мячик и всё прекрасно потому что ситуация очень плохая у Рэйвена два пробоя это прям печаль повалили ещё и так листа да вот как-то опа с пробоем но опять же в этой игре очень сильно попёрла Аданту именно в плане нанесения травм в плане нанесения травм игра прям поднаказала сейчас кстати воинхауса выбивает мяч по-моему довольно легко то есть я бы поднимал здесь паренька давал бы блок в горда а потом делал бы додж и выбивал бы всё говно из хоб гоблина и если будет хороший скаттер и пробой хоб гоблина то будет классно в теории в теории конечно можно сделать блиц коровой отклеиться и сесть но я думаю что это не так выгодно я бы додж левым блокером бежать далеко раз два три четыре пять шесть семь это доджи два гфи а так и делают кстати раз гфи рерол рейвена очевидный двойка устраивает ну скаттер неудачный корова протупила но может быть это даже и хорошо бопа опа ребят воин то молодец ребят воин то но правда с другой стороны смотрите адант очень легко разруливает эту ситуацию адант подводит сюда горда адант бьет сюда в 2д адант переводит горда адант делает блиц убивах изи изи абсолютно очень простая ситуация для аданта корова тактически протупила да корова молодец но то что здесь не уронили это на самом деле не страшно на самом деле это не страшно я бы я бы не реролил на месте аданта а подберет адант адант кем для начала надо выбить а потом уже можно как бы у него есть парень который может подобрать в случае чего даже адант придумал этот план за 15 блин ладно колян это была шикарная шутеха ладно так ну что поехали самое страшное понеслось по трубам так двойка найдена очень от скаттера многое зависит думает над ПО а я бы не ПО шел хотя с другой стороны корова конечно уж может очень быстро к мячу подойти трудный выбор скаттер отличный кстати скаттер для хаоситов практически идеальный еще лучше если бы мячик упал на на шлем вот этому блокеру скакнул в руки корове и корова бы его поймала вот тогда было бы еще лучше но такие вещи случаются крайне редко это там зомбики на первой линии или големы могут ловить мячик на 6 плюс опа ребятки сейчас будет попытка повалить корову наконец-то мы ждали этого весьма но корова не захотела понятно может быть кстати есть смысл скаттер искать опять рерол ой ой игра стала очень интересной стоило ли тратить рерол в этой ситуации вот в чем вопрос стоит ли искать скаттер вот в чем еще вопрос ситуация эта стала очень напряженной проблем в том что даже нельзя трехагильным пытаться подобрать мячик потому что жопа да ребятки я думаю что поднимаем убиватора этого козла оставляем на гол да не ну может его и не стоило подводить так близко ну ок просто наверное все-таки стоит сделать выход с блицом в хобоса и пока что просто облепить мячик можно конечно на самом деле и блоджером сделать хотя сложная ситуация вот если бы дочь не прошел бы у адан то все было бы печально но дочь прямо связывает ситуация вот уж я даже не знаю коровы это страшно ехать потому что если корова зафейлит первый удар то как бы дальше будет печаль таска и разочарование ну вот я тоже марчал бы то есть бы хвалить блоджом марчить и надеяться на лучшее все конечно плохо но не критично плохо на самом деле у опоих ситуация корявая но кстати можно сделать попытаться организовать подбор в 50% хотя это конечно не ладно это фигня это фигня я думаю мбшера в любом случае надо будет поднимать ничего им не делать а этим парнем надо отрезать двоих толкать правда в 1д могут все равно вырубить ну и да вот блиц в гобоса смотрится отлично если если гобос упадет то это здорово только я бы сначала здесь сделал бы удар чтобы отвести в сторону я не понял я не понял я совсем не понял ой 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 рейвен ты че делаешь это опа рейвен то у нас тут прям жарит ребята ну я не знаю я не знаю не конечно сейчас есть подбор с даджа но и корова отрезала но ой как вовремя ой как вовремя прям корова дала пробой пропускает следующую игру так а с кем адант играет следующую игру адант играет с брайтом порадуемся за брайта минус гард это хорошо додж подбор и подбора нету но это все нормально скатер правда не совсем удачный то есть корова сейчас может как бы это ну корова спала весь матч а потом как жахнуло а знаете как в той в той старой да насчет жахнем обязательно жахнем весь мир в труху но потом о ник поставь чайник пожалуйста минус гард минус мак убрайта вот знаешь колян посмотрим я вполне допускаю что после игры ситара и брайта вот у кого там какие будут индусменты вот знаешь я бы не загадывал вперед ситар вполне может брайта поделить на ноль я допускаю такую мысль очень сложная ситуация у аданта на самом деле конечно план рейвена был весьма специфическим но так как он получился в итоге все вышло прям очень круто мне так кажется в матчапе дарков и шапок магия рулят магия вообще очень часто рулит сейчас самый прикол в том что у рейвена нету реролов у аданта остался один рерол позиция у обоих весьма посредственная так повалили повалили с пробоем прекрасно вот сейчас на мой взгляд я предвижу ничью хотя по ощущениям как бы сейчас видимо напрашивается блиц в корову в 1д так не получилось повалить горда блиц в корову в 1д счастье было близко ох счастье было близко но нет а реролить страшно реролить реролить такие вещи это просто мразотно я бы сказал но сейчас на самом деле это в принципе очень сложная ситуация и для рейвена и для аданта но тут додж видимо подбор нет не подбор подбор неудачный рерол наверное будет потрачен не тратится рерол как скатерится мячик необычно мячик да вот я даже не знаю для кого хорошо заскатерился мячик на самом деле я думаю что в этой ситуации надо въезжать в корову въезжаем в корову потом бьем здесь и все в принципе нет скатер не на ничью скатер очевидно на пользу на мяч ой как нагло играет и рейвен убивает убиватора рейвен убивает убиватора аптека и аптека спасает Ооо, блин Ууу Вот это была дичь Хоб Гоблин получает в дычу с МБ А вот теперь, ребятки Почти со 100% вероятностью А Дант не выигрывает эту игру А с Регеном помер бы Золотые слова, Колян То есть это практически точно Уже ничья Но шансы на победу Рэйвена Прям добротные Прям я бы сказал У Рэйвена шансы на победу Прям вообще хорошие На самом деле Я, может быть, сейчас сделал бы Блиц так листом Отталкивал бы Но можно и так, это более безопасно А, так да, с такими кубами Ой, как хорошо У Рэйвена почти, кстати, качнулся Блоджер Теперь подбор Блоджером Слушайте, Рэйвен прям Пробой спал всю игру А потом как проснулся Как запробоил Рэйвен может обыграть Аданта Шанс хороший Но Рэйвену надо еще кинуть несколько Не совсем простых кубов Надо бежать на подбор Плевать на все и бежать на подбор Единица на ГФИ Ой Скатер Но скатер хороший Скатер хороший Но проблема в том, что теперь Адант может немножко сесть на мяч Хотя это, конечно, трудно У Аданта на поле игроков осталось с гулькин нос Не, вот сильно в теории Если бык Кентавр поднимет мячик на шестерку Ну это, конечно, такое Сейчас Адант играет на ничью Это есть попрет Опа, не поперло Опа, не поперло Две единицы от Аданта Сейчас забить Рэйвену Совсем нетрудно Спасибо, солнышко Можно один Да, ребятки Вот это, правда, мне немножко непонятно Я бы на месте Рэйвена сначала отвел бы Зверчеловека на гол До любых действий Так, шестерка найдена Бык Кентавр отхватывает Но в этот раз корова смилостивилась Не, я бы сначала отводил бы все-таки зверчеловека Рэйвен собирается сразу дать пас И бежать на гол Это ошибка, кстати Вот и ничейка, ребята Вот и ничейка Рэйвену надо было в любом случае сначала отходить на гол Я считаю Ну что, поздравляем Аданта Я думаю, что по этой игре Ничья для Аданта Это прекрасный результат Рэйвен ошибся Не, я понимаю, в чем была концепция Но я считаю, что все равно Он мог бы дать хороший пас и потом Даже при том, что он не пробил корову У коровы, если были бы кубы То это были бы кубы 1D в мяч А если что, потом зверочеловек мог бы подобрать И дать ту же вкладку, например Или что-нибудь подобное Да, он мог потом дать вкладку и вообще не париться То есть я считаю, что Здесь Рэйвен, конечно, накосячил Не очень понимаю, в чем был план Я думаю, это ошибка Рэйвена И опять единица с блица у Аданта Ну, как бы, окей А вот правда сейчас, ребятки Напрашивается 3 куба в одного из гордов Коровка, сейчас я чувствую, чью-то кровь-то попьет Попьет Допускаю такую вероятность Сейчас коровка прям хочет попить чью-то Нет, коровка не попьет Коровка сказала, все Я свою ничью вытащила Я отдыхаю Молодец, коровка Ну что, бьем в 2D здесь Бьем в 2D здесь Делаем 3 куба теперь по горду Ну вот А может протолкать заносящего? Было А как ты Там, по-моему, заносящего никак не протолкнешь Хотя, понимаешь, все равно коровка не смогла Вот Коровка все равно не смогла Там Раз, два Потом Нет, там, по-моему, не толкалось По-моему, он не доталкивал бы на одну клетку Ну черт знает Не, ну все равно Корова тупнула Поэтому ничего не получилось бы в любом случае Можно единичку на пассе пофармить Отлично Блоджер не получил единичку опыта Супер потная ничья для Аданта Вторая подряд Корова получает MVP MVP получает блокер Вот 2 убивахи Лучшие просто А, вот 4 нокаута, 4 травмы 1 нокаут, 3 травмы Но весь пробой у Рэйвена начал просыпаться Именно под конец тайма Классная мясная игра, конечно Вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...